приветствуется канале асмады play мы продолжаем играть макс пейн загрузка а какая из них блин по времени бы хоть бы ага по времени 1716 вот это наверно кровавые вены нью-йорка на 1 хрена кала и башку x то на столе аптечка же было можно конечно потратить но пока не будем все где у нас еще что есть мало ли почему же везде шприцы валяться не уж это такое настолько наркоманский город прямо пипец какой хрен я неделю до ладно где у меня вот игра сохранена охренеть я уж даже не спрашиваю чего там делали со спущенными штанами представляете да господи содом и гамура нахер мама не горюй ну ка ну ка ну ка порт индекс все еще работал в задней комнате за приемной был старый телефонный коммутатор с помощью этой штукой на можно было легко записывать телефонные разговоры не сложно было представить как жирный хряк сидит здесь в наушниках подслушивает грязные фальшивые оргазмы сразу по нескольким линиям да это одно из влачных мест нью-йорка даже сейчас я слышал самое разнообразное аханье и оханье босс когните это макс он пришел пришел за нами он убил он убил калываешься хочешь надуть меня да он просто вшивы полицейский в чем собственно проблема алло отвечай алло все было ясно в городе появился смертельный вирус который быстро распространялся и сразу проснулась что-то безнравственное макс пейн должен мешаться обязан я бы даже сказал берите ну бери это действительно максимум ладно окна мы идем да хотя смотрите там ваш не у меня узи появилась так если бы знать еще против кого во его воюем да я бы еще и вооружился вы правильно это получается всегда на обум бегу могли бы я ставить таблеточку то какую-нибудь ладно сколько надо крутить чтоб она выиграла после не раз ни хрена нормально его выбил текса итак такая вот хрень у меня произошла ладно ничего страшного что мы тут имеем таблетки бы хоть выдала гос поди обезболивающие коваран как алавардин коварардин коварардин валакардин ген хрен прочтешь хрен вспомнишь это неважно и тут тоже ничего не выиграли ладно я понимаю что мне туда так ладно на вот это я выжил ну-ка хрена стал у меня патронов нет от него она давала так пока блин обрез то сабриза вообще ходить вот она здание кстати вот это по моему здание если не ошибаюсь и в бэтмене каком-то было понятненько ясненько подожди мы сейчас уйдем и атаки не возьмем все понял один вход один выход не понял мне надо кнопку выхода нажать да ну да действительно кнопку выхода на было нажать опять пусть говорят пушки развернуться уйти чертов город то наверно было бы самым разумным решением но кажется тогда я не умел поступать разумно здание в котором жил люпина было очень потрепанным и служила местом сбора разных подонков бар ломбард прачечная заполненная гангстерами и барыгами этот список можно продолжать оставалось загадкой как они узнали что я куплю они знали что я иду к ним и были настроены очень воинственно я увидел как все озарило пламя бомба взорвалась превратив снег в расплавленное золото столб огня поднял воздух то что осталось от машины пламя отразилось на лобовом стекле черного мерседеса проезжающего по улице он ехал очень медленно как будто водителя не волновало ничто на свете я хорошо рассмотрел человека с карабином это был владимир глава русская мафия города он как муха плавал в супе начинала супер звон в моих ушах означал войну между бандитами города водка номер водка господи еще одна бомба взорвалась внутри здания удачно парни внутри перепугались на замке всегда висел ценник внутрь могли занести еще бомбы и полиция уже могла быть на хвосте же глупина сахарный был на верхнем этаже по крайней мере бывал там пока не рванула и получается а когда мы играли в компьютерном клубе не отсюда ли мы начинали либо мы всегда на тренировке там всегда хрена кали было бы очень хорошо я не знаю и я просто не знаю да ты чё там вот так из-за каких-то двух утренков на узишко по 50 заряжено я же вижу что можно положить и ладно потом тогда подойдем лекарств нету понятненько ясненько только не говори что мне туда сначала сюда бы хотел блин блинский слава богу закрыта за забор мы не идем не можно до ограничение пространства давайте за угол тогда завернем посмотрим помповой дробовик так мусорные баки не открываются были значит подвал туда надо сейчас идти никто не отвечает и по она п ни хрена себе ну-ка добей-ка меня уж вот так уже как минимум двоих должен был убить вот так вот так хорошо что я так делал давай собрал блин блинский давай 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 за хрена там сейчас значит правильно вот этих козлов лучше гасить вот так на тебе падла урава и тут у нас ни хрена нету берета и здесь берета наверно тоже берет валять бум весь дом был напичкан взрывчаткой нормуль вот так эти я вон они еще пазут там мы все с таким криком выбирает как будто демоны нахрен а кто у нас здесь и гранатка какая-нибудь нет нет а зачем мы их убиваем потому что если у меня начнут стрелять эти скотины скорее всего присоединяться на реке ну-ка давайте-ка вот у меня ружье есть стой он ни хрена себе охрене ведь у них почти получилось так может где-то таблеточка нет таблеток нет обезболивающего нет нд да охрени так патронов пустынному орлу звенит пойдем возьмем вестибюре зазвенил разбитый телефон это мог быть просто наркомана которого началась сломка но все оказалось намного более зловеще я разговариваю с мистером пейн а кто это меня зовут альфред вуден и должна поторопиться полиция уже в пути расскажи мне что я не знаю они знают что вы там что а вам какое дело еще свяжусь с вами вот и поговорили полиция приехала в их машин сливался в дикую депрессивную катафонию у меня было всего несколько минут пока они не приступят к выполнению обычной таких случаях работы надо было как можно быстрее сматываться макс пейн говорит заместитель начальника полиции джим бравура бросай оружие и выходи с понятыми руками два раза выше пока нормально они взорвалась ладно лактор бар мой вы понедельник и не понимаю точу бар моч здесь черт что то есть комната для чего для чего тут эта комната таблеточку знах ладно я запомнил вас ни хрена ничего не получишь кто-то оставил письмо на стойке а вот это я куда хотел забраться то не получалось вы видите через здесь когда проходил в оружейке я начался внезапно все обрел смысл бомбы глава русской мафии который появился здесь лично как нити снова оказался самим собой после нашего удара у русских осталось всего несколько стволов их можно больше не принимать в счет после всего этого они вряд ли станут рыбаться кишка тонкая после всего что произошло у русских кишка явно расширилась единственное в чем можно быть уверенным если ты на кого-то нависаешь когда-то он начнет нависать на тебя последнее предупреждение сдавайтесь не вынуждайте нас применять силу силу применит а вот теперь наверно нет наверно все таки туда охренеть вот это я среагировал мать его а вот и не попал бебе бебе охренеть охренеть и за что мне это охренеть и не 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 так не пойдет подождите подождите секс таблетки нет нет все никто ничего не насрал мужской туалета женского то вообще кардинально меняется до соседей нет а и и и он и и и и и и все здесь мы завалили ход да твою мать ну давай 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 потихонечку помолить вот так ясненько тихо не расслабляйся это я чё то я еще и выигрыш и остался у таблетки есть таблетки 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 есть на мы вот если не спали причем всей толпой друг с другом вот такие вот они глава 6 страх взрыв уничтожил все ступени ведущие кофе сулюпина теперь туда можно было пробраться только только по другой путь вел через примыкающую крышу еще никогда не было так холодно словно небо падает просто конец света я себя хреново чувствую я просто ничего не чувствую вообще ничего я отморозил себе зад вот так чтобы кто ничего не говорил то крыся крыся графики вот не жалко дали туда краску тратиться чтобы потом всякую херню на заборах рисовать чтобы попасть на крышу надо было пойти через закрытую дверь в лифте передо мной так ну нам не туда нам сюда все вспомнил нам куда нам петуха надо одного поймать чтобы нам открыли дверь набрал чего-то всего итак вот так охренеть прекрасно тех перехрена кал вот так ух отделался легким испугом это мне дало а вот абсолютно ни хрена какого хрена на теперь смотрю сюда вот так вроде бы да так мне здесь мы уже все лестница обрушена поэтому сюда нет не стреляй ты знаешь колонн с прачечной и я нет тогда ты мне не нужен не прочищная вспомнил да виде меня туда ладно ладно так вот этого мы можем уже не убивать хотя подождите стоять хотя есть вот кое-что патроны к берете вот так надо пустынным орлом на хрен хрена кал пойдем сейчас вроде никто не должен постричь асана вот пустынным орел да здесь у меня все или чуть это патроны к берете дробовику дробашь у меня пока полный это я впусти меня быстро не так скоро сначала порой джон кто и дала на джон ву порядок заходи засада куда убежал так вот так вот так где ты смотрю чё у нас здесь берете патроны есть деньги печатают смотрите господи господи ну ничему жизнь не учишь это прекрасно пока все 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 взяли все нажали вот так расслабляющая музыка давай 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 вот почему там людей столько много все с оружием натыкан вот 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 мячу вот ну а и войны между преступными группировками, можно сказать, что в Нью-Йорке начался настоящий кризис. Предположительно, Макс Пейн разыскивается для допроса в связи с подозрением в убийстве специального агента Абн, совершенного ранее. Он ведет одиночную войну против членов его бывшей преступной группировки. В списке погибших числятся такие члены мафии, как Джой и Вергилио Финитто, и даже сам Рико Муэрте, который скрывался от правосудия после совершения нескольких убийств в Чикаго. В полиции объявлен режим полной боевой готовности. Вся полиция гордо начала поиски Макса Пейна. Заместитель начальника полиции, Джим Бравура, пообещал, что сделает все возможное, чтобы негодяй пристал перед судом за все свои злодеяния. Опять я негодяй? Мы будем держать вас в курсе расследования. С вами была Кира Сильвер с новостями от CNN. Я-то почему негодяем-то остался? Не выходит. Ну ладно. Твои проблемы. Так, вот сейчас мне сложновато будет, мне надо. Эй, адрес неизвестен. Вот, Флэн. Я больше всего не хочу там оказаться. Но именно там я всегда оказываюсь в итоге. Только это не я говорю с розовым Флэннго. Кто-то, кто выглядит, как я до мельчайшей детали. Только он зло. А я прячусь в тени. Смотрю, как все разворачивается. Флэннго разговаривает. Флэннго может говорить. Скажет он так. Вот вам всем мой карманный телевизор. Он хочет сказать. Зеркало веселее, чем телевизор. Я это и так знаю. Надо спрашивать откуда. Так. Я, не я, а мой двойник жутко прется от этого, как будто это самое смешное видео. Патроны Кинга. Что я тут прячусь за ними и оба поворачиваются и смотрят на меня холдими глазами. Блин, такие истории там рассказывают. Блин. Залюбуешься. Я понятия не имею, что это значит. Пых-пых, кардамыш. Блин. Кто где? На кто где стреляет по мне. Красно-синий или зеленый? В кино всегда красный или зеленый. Значит зеленый. Нет, не зеленый. Вот так. Прекрасно. Так. Все? Нет. Не может быть так. Кто-то еще должен быть. Вот так. Это уже больше на правду похоже. Правда, вы откуда выбежали, я понятнее не имею. А мне-то куда? Так, что мне не сюда, это точно. Вот кто по мне стрелял. Вот кто по мне стрелял. Берет-то все-таки. Берет-то все-таки. Почему-то, кстати, вы стреляете с дробовика быстрее, чем я. Почему? Ага. Что ты там околачиваешься? Она же заколбасит. Ты что, для мебели там? Это же война, тупо война. Ага. Ага. Так, тогда жди. Тупо война. Блин. Только с тем, где я подошел в двери. С улыбочкой. Пейн, тупой фараон. Я знал, что ты когда-нибудь таки сойдешь с ума. Ты что, себя воображаешь? Ты просто тупой коп. У тебя нет ордера на арест. Ты не имеешь права ломиться сюда. Это частная собственность. О боже, ты попал в меня. Пейн, ты труп. Чего, черт побери, вы ждете? А вы тупые обезьяны. Убейте его. С удовольствием. Вы тупые обезьяны. С удовольствием. С удовольствием, босс. Когните конец. Предстояло расправиться с этими идиотами. Так. Ну-ка. На-на-на-на-на-на. Вот так. Так. Где человек огни? Письма была адресована Доно Пальчинелло. Но в Вине никогда не хватало терпения досчитать до конца Джека околдовали Он убил Дина Просто потому что ему хотелось посмотреть на его мозги Размазанное по стене Он просто конченый пёс От него стали уходить люди и удача Когните до смерти боялся своего босса Джек Люпина был просто психом Лежало смятое письмо Ага, вы думали я с дробовиком здесь буду Да хрен бы я с дробовиком бы тут управился Так хорошо А ну всё правильно Он ещё прыгать сейчас будет, дай боже как Он знал кто его босс И я хотел свести счёта с Джеком Лупина Когните бежал быстро Не знаю насчёт ангелов Но страх даёт людям крылья Не сюда А я здесь же был Я вот посюда Но Бомба-то взорвалась Фламинго здесь было Всё понял Все двери хлопнула Падла Давай Чё ж ты попасть-то не можешь Когните пустился в бегу А чтобы его поймать мне надо было идти по следу Давай Не попал Не попал Вот так Я ехал в поезде второй раз за эту ночь Я ехал в поезде второй раз за эту ночь Но судя по началу поездка обещала быть не более приятной чем первая Морозный ветер резал лицо как бритва Руки и ноги скользили по льду покрывавшему крышу поезда Вдалеке я слышал вой сирен Словно стая гонщик что охотились на меня Нью-Йорк быстро полетал мимо меня Черная крыша домов Однонапорная башня Мертвый лес Антенны и дымоходы Всё это слилось Сплошное пятно Когда поезд замедлился Когните сделал первый ход Свалил Это с пули в животе Которая сверлит его Свербит И самое что прикол Мы уехали даже на поезде Хрен знает куда И даже там Есть его люди Которые прямо ждут его И защищают Ну давай Чё ты Ты же косой Как чё и есть Чё ты Так Ничего нет Где второй? Вот так А мне это куда? А не смотрите-ка правильно Вроде как бегу Только подожди Тут дробовик Той пистолет Чё по пальцам дал Ты из дробовиков Смотрите на крыше Они стояли И ждали Своего босса Чтобы защитить Охренеть Ну ё-моё Ну ё-моё Ну по-другому сделаем Вот так Ещё кто-то Ну давай Пока правильно Смотрите-ка еду Сейчас я не падаю Внизу-то меня ждут Это пейнон Идет вниз по лестнице Пристрелить его Понял босс Нет проблем Какого хрена Блин Мне вот так вот ещё Досталось Что за мать Его Так Без криков Он идет вниз по лестнице Пристрелить его Понял босс Нет проблем Какого хрена Почему так-то вы меня Принакайте Это пейнон Идет вниз по лестнице Пристрелить его Нет проблем Блин А без разницы Да Сколько бы ты в него Не стрелял Это пейнон Идет вниз по лестнице Пристрелить его Понял босс Нет проблем Не понимаем Почему так Короче Вот здесь Вот он что-то Глюкнул Так Это Пэйн, но он идёт вниз по лестнице, пристрелить его. Понял, босс, нет проблем. О, ну наконец-то, блин, фух, пробил этот глюк, кровавые ладошки, две ладошки, нежные кошки, а за окошком ночь, да ладошки, нежные кошки, ты не прогонишь прочь. Так, а мне-то куда? Вот так. На, вот видите, чем пустынник хорош. Вот тут смотрите, блин, всё огорожено, всё блин, в заборах, как за решеткой, нахрен. Наверх поехал, падал. Сейчас мы тебя сбрашиваем, сбрашивать будем. Эй. Так. А знаете, чё? Я вот ещё таблетки возьму. У меня там оставались. Вот и всё. Экономия. Так что I'm sorry. Сорян. На пасадах. Так. Надписи. Опа, патронов к пустынному орлу. Видите? Прекрасно, особенно тот, кто любит с пистолетами гонять. Он там, чёк, этот труп лежит. Видели? Я туда спускаться сейчас не буду, наверное, или надо туда спуститься? Ага. Ага, вот оно, как должно было быть. Всё понял. Так. Вот так. Вот поэтому там пустынный орёл и лежал. Ага. 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 Вон оно, чё, Михалыч. Там ещё и человечек. Ага. Он пока прыгает, не стреляет. Ага. Там это реклама. Понял. И трогает. Ага. Ух, вон он, дает. лошарик а так ты поднялся ах ты козлина да если бы я знал блин тухан какой выискался это кто меток бейс око банка туда не идем давай где-то еще должен быть вот так моё ни хрена мы пролетели так а хорошо мама не горюй так 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 мы разбогатеем разбогатеем будем богаче чем даже этот умник тупо богаче богатей мать его а что такое если дверка нет открылась я думал там по баллонам надо будет стрелять а вот что не открылась дверь то даже не знаю куда мы сейчас такой большой выбор вниз не пойдем где везде патроны оружие разбросаны руках какой-то он идет я уже слышу с ружьем и ломится в дверь ну все сейчас пленгу не завалили тихо ну все сейчас вот так да блин как то вы косы если бы не граната ну давай я даже в упор встал пойму некуда бежать мы уже совсем скоро схватим его тогда и продолжим наш разговор а сейчас извините мадам у меня много работы это был заместитель шефа полиции джим бравура без комментариев вы все сами слышали несмотря на подозрительность я считал бравуру классным парнем просто судьба разбросала нас по разные стороны баррикад но когда задерживать пришлось меня он нашел выход из положения я несколько лет не был в полиции пока ну вот история предыстория прошла билеты кстати патронов хватает мать его на на последний тарашу стрельни твою мать э я до с года Играет музыка. На, вот так вот. Ну ладно, чё ты теперь поделаешь. Так, кстати, там не было никакого там лекарства-то. А то что-то я перестал эти проверять. Кумбочки-то. Вот они. Ещё нету. Есть, всё есть. Я-то даже не проверил, побежал. Так. На. Постава сны. Что здесь? а почему вы не сказали что тут проход ко мне есть здравствуйте следующий то на рука вот так вот если уйди уходи на господи на так кто-то там еще так ты меня не можешь пока здесь достать ладно все равно спускаться понадоб так здесь кто а если стоять посмотрите вы даже не попадают здесь у нас все так а 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 Силы у Когнити закончились в темной аллее. Он лежал на земле. Из его горла вместе с паром вырывался страшный хрип. Пришло время поговорить. Где Любина? В жопе. Плохо кончишь виние. Ах ты, погонь. Замечание принято. Ты не сможешь убить меня. Да, постарайся себя в этом убедить. Послушай, ты неплохой парень. Не надо нежности. Мне нужно знать, где твой босс. Игра шла некрасивая. Я не просил этого дерьма. Неприятности сами свалились на меня одна за другой. Добро и справедливость лежали золотой пылью на дне выгребной ямы. Я не строил иллюзий по этому поводу. Я не был одним из них. Были только ямы, пистолет и курок. Все мысли сводились к одному. Я скажу, скажу, скажу. Только не убивай. Любина в ночном клубе Ранга Рок. Арестуй меня, отведи в полицию, посади в вонючую тюрьму. Только не убивай, пожалуйста. Свои права услышишь на похоронах. Американская... Рагна Рок был ночным клубом, принадлежащим Люпина. Старый театр, переделанный в притон наркоманов. Я знал, что меня ждало внутри. Кучка дегенератов, готовых разбежаться в разные стороны, боясь насилия. Шека головореза у Люпина. Самый безжалостный убийца по эту сторону пекла. Рагна Рок проявил гостеприимство бешеной собаки. Ее огни мерцали со скоростью автоматной очереди. Фасад здания был построен в готическом стиле и навевал мысли о садомазахизме. Интересно, какие... Часа, как бы я не дома манила, словно пуля в сердце полицейского. Как отец, так и сын, так же, как Джек Лупина. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!